Всем добрый день, сегодня мы с вами продолжаем тему графов и сегодня с вами разберем первый алгоритм на графы, который на самом деле является очень простым алгоритмом и он, скажем так, один из самых базовых алгоритмов, которые существуют в алгоритмах на графы, однако на самом деле он находит, наверное, самое широкое применение всех алгоритмов, которые встречаются в графах. Алгоритм, который с вами рассмотрим, называется поиск в глубину или по-английски это будет depth first search. Мы с вами сегодня рассмотрим, естественно, ну вообще в чем его смысл, как он работает и рассмотрим его основные применения. Самый алгоритм будет у нас небольшим, в основном мы будем с вами разбираться с разными задачами, где он применяется. Самый по себе алгоритм вы уже в неявном виде писали, когда вы разбирали динамическое программирование, но я думаю это станет понятно, как только мы чуть-чуть подробнее углубимся в то, как это работает. Давайте для примера сходу нарисуем какой-нибудь граф. Для примера граф у нас будет являться неориентированным, но на самом деле алгоритм у нас для работы с ориентированным и с неориентированным графом особо меняться не будет. Вот, и соответственно сейчас мы попробуем сходу сначала разобрать алгоритм, я попробую объяснить, играя с этим рисунком графа, а потом мы уже напишем сам код. Идея алгоритма заключается в том, что мы для начала запускаем его из какой-то вершины. Да, главное, что стоит сказать, алгоритм DFS является рекурсивным, соответственно писать его в не рекурсивном виде не надо. Это можно, но сложно и только делает код более запутанным. Соответственно я вам буду давать рекурсивную реализацию. Идея алгоритма DFS заключается в следующем. Вот мы будем стартовать из какой-нибудь вершины, из любой, например из вершинки А. Красным будет то, откуда мы сейчас, где мы сейчас находимся. То есть он находится здесь. Важным моментом является то, что DFS не может посетить одну и ту же вершину несколько раз. Например, если у нас сейчас вот является вершинка А посещенной, потому что мы с нее сректанули, больше мы в нее никогда не зайдем. Дальше DFS обычно работает так. Он просто берет и ищет любое ребро, которое выходит из нашей вершинки, где мы сейчас находимся. То есть мы сейчас находимся в вершинке А. Мы просто смотрим любое ребро. Ага, у нас есть ребро в вершинку Б. Вершинка Б еще не посещена. DFS просто берет и идет туда. Дальше что происходит? Вот мы находимся в вершинке Б. Начинаем все заново. То есть мы знаем, что вершинка А посещена, вершинка Б тоже посещена. И мы находимся сейчас здесь. Мы просто берем и опять ищем любое ребро, которое выходит из вершинки Б. Ага, находим ребро в вершинку С. Идем в вершинку С. Опять начинаем все то же самое. Ищем любое ребро, которое выходит из вершинки С. Например, мы нашли ребро сначала в вершинку Б. Но вершинка Б посещена. Ага, DFS туда уже не пойдет, потому что смысла нет. Тогда он посмотрит следующее ребро, которое у нас есть. Это будет ребро в вершинку Д. Он пойдет в нее. Окей. Из вершинки Д, ой, DFS находит только ребро в вершинку С. А вершинка С уже посещена. Он туда уже не пойдет. Соответственно, все, DFS говорит, мне из вершинки Д идти некуда. Я заканчиваю работу с вершинкой Д. Он просто берет и возвращается назад по рекурсии. Дальше смотрим. Ага, мы уже все ребро из вершинки С рассмотрели. Идти больше некуда. Завершаем работу, возвращаясь из рекурсии назад. Ну, по рекурсии возвращается назад в вершинку Б. Для Б тоже самое. А точнее, сначала он посмотрим, что есть ребро в вершинку А. Но вершинка А уже посещена. И идти туда мы не будем. Поэтому, окей, это ребро мы пропускаем. Ищем следующее ребро. Больше ребро нету. Значит, работа с вершинкой Б завершена. И мы просто по рекурсии возвращаемся назад в вершинку А. Окей, ищем ребро еще из вершинки А Находим, например, ребро в вершинку Е Идем в вершинку Е Из Е мы видим ребро в вершину F Окей, сходили Из F, например, мы видим ребро в вершинку Е Но мы не пойдем, потому что Е уже посещена Тогда, ну ладно, ищем следующее ребро Например, видим ребро в вершину А Но ребро в вершину А ведет посещенную вершинку А, поэтому туда тоже не пойдем. Ищем следующее ребро, это ребро в вершинку G. Идем в вершинку G. Вершинка G, окей, из нее ребро ведет только в вершинку F, а эта вершинка уже посещена, мы никуда не пойдем. Тогда окей, тогда мы говорим, что все, работа с вершиной G завершена, и мы откатываемся назад. Все, то есть возвращаемся при курсе суда. Ищем следующее ребро, это ребро в вершину H, идем туда. Из H есть ребро только в вершинку F, по нему мы не идем, работать больше не с чем, возвращаемся назад. Все, здесь мы рассмотрели все ребры, возвращаемся назад. Смотрим, есть ребро в вершинку A, но вершинка уже посещена, не пойдем, больше ребер нету, возвращаемся назад. Здесь мы не рассмотрели только ребро сюда, рассматриваем, видим, что ребро в вершинку F ведет в посещенную вершину, Поэтому мы никуда не пойдем. Все, работа с вершинкой A завершена, и у нас алгоритм DFS завершается. Давайте попробуем воспроизвести то, как мы работали сейчас с вершинками на графе на рисунке. Наша функция DFS будет зависеть всегда от одной вершинки. Это вершинка, где мы сейчас находимся. Точнее, один аргумент. Дальше мы хотим вот так же понимать, какие вершинки у нас были посещены. То есть какие вершинки я отметил красным цветом, например, на доске, когда ходил по ним. Соответственно, у нас будет какой-то массив, например, назовем его массив used, в которых будет хранить true либо false. True, если вершинка была посещена, и false, если вершинка еще не была посещена. Соответственно, как только мы пришли в вершинку U, то есть зашли в нее DFS, мы говорим, что все, эта вершинка посещена. То есть как только я заходил в вершинку, я ее отмечал красным цветом на доске. То есть делаем то же самое. Все, мы отметили вершинку красным цветом, она посещена. Что мы делаем дальше? Дальше, как я говорил, мы просто начинаем перебирать серебры, которые выходят из нашей вершинки U, то есть где мы сейчас находимся. Данный перебор будет зависеть от того, какой способ хранения графа вы используете. Давайте я для примера напишу, не знаю, давайте для примера пусть у меня будет список смежности, который у меня хранится где-то в глобальной переменной, поэтому я париться не буду. Тогда я просто перебираю for where in список смежности от вершинки U. То есть я сейчас перебрал все ребра. Для каждого ребра я смотрю, если вершинка V, куда мы пытаемся пойти, еще не посещена, тогда мы просто идем в нее DFS. DFS от V. Если вершинка посещена, мы ничего с ней не делаем. Как только цикл закончился, все, значит у нас ребра больше нету и нам больше делать нечего. На этом сам алгоритм DFS завершается. То есть это такая небольшая функция, которая состоит просто условно из пяти строк. Единственное, что нужно сделать, это запускать DFS. Давайте, например, будем запускать DFS из нулевой вершины. Для примера. На самом деле теперь стоит понять одну интересную деталь. Например, у меня граф не был связанным. То есть вот это отдельная компонента связанности графа была, которая никак не связана с этим графом. А мы DFS запускали, например, вот из вершинки A. То есть из вершинки A мы обошли все вот это вот, а до сюда тут сучаться не смогли. Тогда что нам нужно сделать? Нам нужно просто взять и запустить DFS еще из какой-нибудь из этих двух вершинок. То есть мы DFS будем запускать, во-первых, не один раз уже, а два раза. То есть теперь у нас, например, функция main, которая у нас главная, она меняется следующим образом. Во-первых, да, давайте сразу создадим массив use. Это изначально массив ползов, который n штук, потому что n вершин. Дальше мы делаем следующее. Мы просто перебираем все вершины, где, например, здесь вершина, названная цифрами от 0 до n минус 1. Соответственно, если вершинка с номером U еще не посещена, мы просто из нее запускаем DFS. Вот все вместе это получается дает нам алгоритм поиска в глубину. То есть сама рекурсивная функция DFS, которая ходит по графу, и просто запуск этой функции для каждых вот таких вот кусочков графа. Соответственно, вот мы, получается, прошли сначала один кусок графа, завершили с ним работу, вернулись в функцию main, и дальше находим, ага, мы в цикле пробегаемся по всем вершинам, там, например, пытаемся запустить из B, но B посещена, пытаемся запустить из C, но C посещена, из D, из E, из F, из G, из H. Все это уже посещено, запускать DFS в смысле нет. А вот вершинка in еще не посещена. Мы из нее запускаем DFS, то есть снова заходим в функцию, говорим, что она посещена, смотрим из нее ребро. У нас есть ребро в вершинку G, идем туда. Окей, из G у нас есть только ребро в вершинку I, но вершинка I уже посещена, мы никуда не идем. Поэтому все, мы говорим, что с G больше работать смысла нет. По рекурсе возвращаемся назад сюда. Смотрим, что из I больше ребер нет. Все, завершаем работу функции DFS. Возвращаемся в функцию main. Начинаем опять перебирать непосещенные вершины, то есть итог, что обработали, смотрим в G, G посещена. Смысл запускать DFS из нее нет. Вот, и дальше просто что? Все, после G у нас вершин нет, обход графа закончен. Вот, в этом заключается смысл алгоритма DFS в его чистом виде. То есть он просто, единственное, что делает, он обходит весь граф и больше ничего не делает сам по себе. То есть он взял просто все вершинки пометил впущенными за время своей работы. Давайте оценим, за сколько работает такой алгоритм. Для этого давайте посмотрим внимательно в код. Вот эта часть, которая сроки 9-11, говорит о том, что мы запустим DFS не больше, чем n раз. То есть мы пытаемся запустить DFS из каждой вершинки ровно один раз. Вот в этих строках. При этом стоит понимать, что алгоритм DFS не будет посещать никакую вершину больше одного раза. Потому что у нас стоит ограничение, что мы запускаем DFS только если она посещена. Ой, только если она еще не была посещена. То есть if not used at all. Аналогично в строке 4 у нас стоит такое же ограничение, что мы запускаем DFS только если она еще не была посещена. И вершинка помечается посещенной, как только DFS в нее заходит. Тем самым мы можем сказать, что DFS посетит все вершинки ровно один раз. То есть у нас и того будет ровно n запусков функции DFS. Неважно, это был рекрусивный запуск, либо запуск с функцией main. Дальше. Дальше на каждом запуске у нас перебираются все ребра. Всего ребер у нас мы будем считать, что m штук. То есть мы скажем, что у нас множество вершин, оно у нас m. Мощность множества. А мощность множества ребер у нас это m. Вот, и за все время работы DFS, то есть за все n запусков DFS, мы переберем все ребра. Ну, так как у нас граф неориентированный, мы каждое ребро рассмотрим два раза. Сначала в одну сторону, потом в другую. Но неважно, как бы, мы же помним, что константы нас не интересуют. И того получается, что время работы алгоритма DFS это O большое от n плюс m. То есть мы рассмотрим все вершинки ровно один раз. И рассмотрим все ребра ровно два раза. Но так как двойка нас не интересует, то мы ее опускаем. Если же вы, только единственное отличие, если вы пишете ваш алгоритм при помощи, ой, не с этим алгоритмом, если вы храните граф в виде списка, ой, матрицы смежности, то вы помните, чтобы для того, чтобы перебрать все ребра из вершинки, вам нужно сделать n итераций. То есть вы рассматриваете все вершинки подряд. Соответственно, ваша строка 3 меняется на перебор числа от 0 до n минус 1, где количество вершин. И в этом случае, то есть если это не матрица смежности, если матрица смежности, то ваш алгоритм работает вот так вот. Потому что вы перебираете, на каждом запуске DFS перебираете все вершины, вместо перебора всех ребер, ну потому что вы пытаетесь перебрать все ребры, ведущие из вашей вершины. Вот, а запусков DFS, напомню еще раз, n штук. То есть из того получается n квадрат. Вот, ну в общем случае, время работы DFS это n плюс m. Вот, это сам по себе алгоритм. Давайте теперь все-таки разберемся, для чего же он нужен. Ну потому что сейчас пока понятно, что нужно, чтобы просто обойти из графа ничего не сделать с ним интересного. На самом деле, даже вот такой обычный обход позволяет решать, ну, целый ряд задач. Ну, первое, к чему можно, что можно было заметить, когда мы с вами вот просто разбирали DFS на картинке, вот было понятно, что за один обход DFS, ну то есть за один запуск, мы посетили всю компоненту связанности. То есть мы, например, запустились из вершинки A и посетили все то, до чего смогли дотянуться. То есть мы отсюда посетили все. А для того, чтобы посетить вот эту часть, нужно было запуститься из какой-нибудь из этих вершин. Соответственно, за один запуск DFS, именно вот отсюда, из строки 11, мы посещаем одну компоненту связанности. Соответственно, если мы посчитаем количество запусков DFS из 11 строки, мы поймем, сколько у нас компонент связанности в графе. Соответственно, если у вас стоит задача посчитать количество компонент связанности, то, пожалуйста, вы говорите, что у вас есть переменный аккаунт, который равен нулю изначально. Дальше вы говорите, что вы перед тем, как запустить DFS, ну или после запуска DFS, говорите, что аккаунт увеличивается на единицу. Давайте я напишу какое-нибудь считывание графа, чтобы все-таки было не так скучно, а что-то было конкретное. Давайте еще это сдвину, наверное, чтобы было видно. ifName равно main. Напишем сейчас считывание графов с список смежности. Так, что у нас получается? Мы считываем n, считываем m от input split Дальше говорим, что adjacency list у нас это массив пустых множеств сейчас, да, достаточно множеств хранить for дальше говорим, что мы for e for что-нибудь in range от m считываем ребра напомню, что у нас граф неориентированный ну, рассматриваем для неориентированного графа пока все считываем, то есть uv равняется скопируем просто считали u, считали v и дальше-то нужно сказать, что у нас adjacency list от u точка add v и в обратную сторону ребра добавляем, потому что напомню, что список смежности хранит все в виде ориентированных выборов обязательно, независимо от того, какой у вас граф считали то есть это считывание давайте пометим как соответственно у вас вот этот кусок первый под первым комментарием будет отличаться от вашего в зависимости от вашего метода хранения графа то есть тут ничего нового нет это с прошлой лекции а эта часть у нас, это сам dfs уже ну и соответственно функция относится тоже к части dfs давайте я сейчас, наверное, ради удобства граф запишу файл, чтобы каждый раз не копировать то есть у меня просто будет рф файл в формате то есть у меня вершин 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 вершин 9 серебра поехали давайте, например, начнем 0, 1 так 1, 2 2, 3 дальше, например, 0, 4 0, 5 4, 5 5, 6, 5, 7 8, 9 кажется так давайте, наверное просто перепишу вот эти данные неважно что-то было давайте запустим и мы должны получить сейчас на выходе число 2 подгружаем данные с файла просто input.txt да, на выходе получили число 2 то есть все правильно у нас две компоненты связанности я в файл записал тот же самый граф, который у меня на доске только, естественно, у меня название вершин это не буквы, а числа ну, там не суть важна окей, то есть мы с вами научились решать задачу подсчет количества компонентов связанности если же вам нужно вывести не сами вершин ну, не просто количество, например а разбить именно граф по компонентам ну, то есть вывести сначала в первой строке все вершинки первого компонента потом все вершинки второй компонента потом все вершинки третьей понятно, что здесь можно сделать что-нибудь типа такого конечно, у нас есть переменная, которая называется компонента которая пустой список потом здесь мы ее заполняем то есть мы добавляем в нее вершинку u потом здесь ее печатаем просто ну, это мы уберем, потому что у нас переменной аккаунт больше нет ну, естественно, получаем, что у нас вершинки с номерами от 0 до 7 это вот как-то самые буквы они в одной компоненте а вершинки с номерами 8 и 9 находятся в другой компоненте давайте, чтобы путаница не бывает переименую вершинки в номера раз 6 использовать буду номера везде 0, 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 вот, теперь мы научились решать задачку не просто это подсчет количества компонент связанности а разбиение графа по компонентам связанности вот, ну, примерно, на самом деле, это одна и та же задача то есть мы с вами научились решать первую задачу это работа с компонентами связанности графа что у меня дальше интересного? кроме того, чтобы работать с компонентами связанности нас иногда будет интересовать поиск циклов в графе пока мы рассмотрим эту задачу в контексте неориентированного графа до ориентированного мы доберемся потом то есть сейчас мы сначала рассмотрим с вами все применения для неориентированного графа потом перейдем к ориентированным графам ну, потому что, например, те же самые компоненты связанности в контексте ориентированных графах смысла не имеют поэтому там задачки в принципе нету там компоненты сильной связанности так, сразу стоит сказать ну, это можно уже убрать одно и то же все будет что вот такие циклы вот, например, цикл 8, 9, 8 нас не интересует нас будут интересовать вот циклы что-нибудь по типу 0, 4, 5 то есть вот это не интересует потому что в неориентированном графе они есть всегда нас будут интересовать циклы по типу 0, 4, 5, 0 вот это будет интересовать можно простые, можно составные неважно, любой цикл найти ну, или сначала мы решим задачку просто сказать yes или no то есть является ли граф циклическим или является ли он ациклическим для этого давайте поступим следующим образом сейчас я сотру тогда красненькие обводки и будем рисовать заново их на самом деле, в принципе дыры не особо-то мешают нормально, как раз сойдет что получается мы также стартуем с какой-нибудь вершинки например, с вершинки 0 потому что у нее наименьший номер вот, она сейчас посещена дальше что мы делаем дальше мы идем по любому ребру ну вот опять же пойдем будем идти всегда в вершинку с наименьшим номером в первую очередь пошли вершинку 1 с вершинки 1 перебираем ребра сначала пытаемся пойти в 0 ну, потому что у нее наименьший номер в 0 мы не пойдем потому что она уже посещена но при этом мы можем сказать на самом деле что это как бы цикл но, как я сказал у нас такие штуки интересовать не будут поэтому давайте мы будем помнить еще вершинку откуда мы пришли то есть мы знаем что мы в единичку пришли из 0 мы пытаемся опять пойти в 0 вот, и поэтому такие случаи мы циклами считать не будем то есть когда мы пытаемся просто пойти в обратную сторону мы скажем, что это не цикл но при этом это посещенная вершина и нас она не интересует мы такое пропускаем Зато мы видим ребро в вершинку 2 Идем в нее То же самое с двойки Мы пытаемся пойти в единицу Но мы туда не идем, потому что вершинка оплачена И это не цикл Идем сюда Аналогично здесь Пытаемся пойти назад, но ничего не делаем в итоге Все, ребер больше нету Откатываемся при курсе назад Ребер больше нету Откатываемся при курсе назад Ребер больше нету Откатываемся при курсе назад Идем дальше Вершинку 4, окей. Из 4 пытаемся пойти в 0, но тут ничего интересного нету, поэтому ничего не делаем. Из 4 пытаемся пойти в 5. Из 5 мы пытаемся пойти в 0. И вуаля, мы попытаемся пойти в 0. Мы попытаемся пойти в 0, которая посещена, во-первых. Во-вторых, эта вершинка не является той вершинкой, с которой мы пришли. То есть мы пришли, потому что из 4. То есть таким образом, как только мы пытаемся пойти в вершинку, которая посещена и при этом не является предыдущей вершиной, значит, что мы нашли цикл. То есть в этом случае мы просто печатаем yes и завершаем работу программы. Давайте модифицируем код. То есть сейчас мы модифицируем не просто саму функцию, мы еще модифицируем в список аргументов. Давайте назовем второй аргумент переменной p от слова previous. Это будет говорить о том, что какая вершинка является предыдущей в нашем запуске алгоритма. Соответственно, запускать, когда мы будем DFS, мы будем указывать как раз вот текущую вершину, откуда мы пошли вершинку v. Дальше. Теперь мы смотрим. Нам нужно найти цикл. Так, это компонентно-связанности удаляем. Код, кусок кода. Если вершинка не была посещена, мы идем в нее. Если вершинка, то есть lf, была посещена, и при этом она не равняется предыдущей вершинке, то есть u, ой, простите, v не равняется p. То есть вот как только мы сделали вот такой вот круг условно. Мы тогда говорим, что окей, мы нашли цикл. То есть граф циклический. Ну и завершаем работу программы. Потому что делать больше нечего. Все. Иначе, ну, DFS не меняется. Здесь читывание мы больше не меняем никогда. Это мы удаляем, потому что мы компоненты-связанности не ищем. Давайте запустим код. То есть на самом деле это все. Опс. А, да. Естественно, стартовый запуск DFS всегда идет с аргументом минус один, например. Или что-нибудь такое, которое будет означать, что у нас нет предыдущей вершины. То есть что мы начали обход графа с этой вершины. Например, в случае нуля у нее предыдущей вершины нету. Потому что мы начали обход для нее. Вот, и этот граф действительно является циклическим. Давайте я немного поменяю мои входные данные. Уберу ребро из нуля в пять. То есть этого ребра пока нету. Соответственно, у меня восемь ребер стало. И теперь у меня граф должен быть циклическим. А, ну да, у нас здесь нигде нет print null. Соответственно, если мы ни разу не вышли из программы вот в этом месте, то нужно написать null, что граф, да, граф циклический. То есть мы научились решать задачку, которая стоит в виде вопроса, является ли граф циклическим или ациклическим. Что ж, давайте попробуем теперь модифицировать код, чтобы вывести сам цикл. То есть любой цикл, который мы встретим. Для этого давайте мы на самом деле воспользуемся парочкой глобальных переменных. Ну, я их объявлю на самом деле после функции. Неважно, где они объявлены. Первый просто будет являться булевским флагом, который говорит о том, что цикл не найден. Вот здесь я объявлю. Упс. Естественно, false, потому что цикл изначально не найден. Вторая переменная просто будет говорить о том, что у нас какая вершинка является концом цикла. Ну, то есть в ходе вершинки мы завершим поиск цикла. Для этого, для того, чтобы это использовать, давайте мы здесь объявляем global. Так, у нас было isCycleFound и endOfCycle. Старайтесь обычно глобальными переменами не пользоваться. То есть если по-хорошему писать код, мы будем пользоваться немного другими синтетическими структурами. Если писать, например, аккуратный код, которые могут пойти в продакшн. Но сейчас это на самом деле мы не будем делать, потому что нужно узнать все другие синтетические структуры, которые мы с вами в этом курсе не рассматриваем. Поэтому мы пока пользуемся более грязным вариантом в виде использования глобальных переменных и модификации их из функции. Вот. То есть это не самый лучший вариант написания кода, но в принципе здесь сойдет. Как только мы нашли цикл, мы говорим, что цикл найден. То есть isCycleFound равно true. То есть вот это вот объявление global позволяет нам менять глобальную переменную, которая является глобальной из нашей функции. Вот. И, соответственно, здесь вместо exit тоже мы говорим, что концом нашего цикла будет являться вершинка с номером v. То есть мы считаем, что у нас цикл будет начинать с вершинки v и в ней же заканчиваться. А здесь давайте мы просто возьмем и выведем нашу вершинку. Так, сейчас. То есть если цикл найден. И цикл фаунт. Тогда мы печатаем нашу вершину. С пробелом в конце строки. Дальше. Сейчас я подумаю, как аккуратно это переписать. Здесь будет первая проверка. И в isCycleFound, тогда мы просто прекращаем цикл, нам ничего искать больше не надо. Так, и нужно как-то понять, когда нам прекращать печатать цикл. If isCycleFound, мы печатаем, печатаем, печатаем. Давайте мы здесь делаем принудительный return. А здесь скажем так, что если... Если текущая вершинка является концом цикла, то все. Мы закончили печатать цикл, и надо завершить программу. Давайте сейчас проверим, что работает правильно. Так, для начала... Да, все правильно, граф пока циклический. Вернем ребро, которое у нас было, 0.5. Так, чего-то не хватает. А, да, здесь я зря сделал return, здесь было все правильно. То есть вот вот мы намечатли наш цикл, который 5.4.0 процент, автоматически добавленный перенос строки в терминале просто. На него можно внимания не обращать. Соответственно, когда вы отправляете ваше решение в систему, не обязательно, чтобы у него был перенос строки в конце. Ну, в смысле имеется в виду у ответа. То есть в систему оно вас поймет. То есть сейчас автоперенос строки — это мелочи жизни. Вот. Я думаю, да, код стал немного сложнее из-за того, что мы начали пользоваться глобальными переменами, но это такой, кажется, сейчас наиболее простой вариант для того, чтобы просто вывести вершинки в цикле. Понятно, что порядок вершин не важен, но в смысле имеется в виду порядок как 0.4.5 или 5.4.0, потому что этот цикл его можно обойти в любую сторону в случае неориентированного графа. Вот. Я надеюсь, вот эта часть была понятна глобальными переменами. В общем, если будет сложно, спрашивайте семинаристов, как бы семинаристы вам это объяснят. Если вдруг окажется, то такая часть не особо понятна. Может быть, кто-нибудь из семинаристов предложит вам чуть более аккуратный вариант решения. Задача, но тоже пока сойдет. Окей. Мы научились компоненты связности, научились циклы. Теперь пойдем дальше. Так, что я должен дальше рассказать вам? Дальше я должен вам рассказать... Да, топологическая сортировка. Мой любимый пример. Потому что максимально жизненный. Я думаю, что все из вас когда-либо, а если кто-то не сталкивался, то вы просто счастливчики, сталкивались с бюрократической болью. Например, вам нужно раздобыть какую-нибудь одну справку. И все начинает опираться в то, что вам нужно зайти в кабинет А, но перед этим вам нужно зайти в кабинет Б и в кабинет С, чтобы получить там какие-нибудь печати, а перед этим вам нужно еще зайти в кабинет, чтобы взять какую-нибудь другую бумажку и так далее. И, соответственно, если вы будете ходить по кабинетам случайно, может получиться такое, что вы начнете ходить в один и тот же кабинет несколько раз. Потому что вы зашли туда, вам сказали, что вы забыли это, вы пошли в другой кабинет, взяли там, вернулись сюда же, чтобы получить теперь печать, которую вы могли получить, потому что не было бумажки какой-нибудь. Соответственно, вы хотите уменьшить свою боль, вы хотите как можно меньше времени тратить во всех этих кабинетах. Соответственно, вы можете сделать так, чтобы... Точнее, вы хотите сделать так, чтобы знать, в каком порядке вам посещать кабинет, чтобы не посещать один кабинет два раза. Пока мы будем верить в то, что ваш граф действительно все-таки все еще является ациклическим. Точнее, не все еще, а он будет ациклическим. Ну что, вам не нужно зайти обязательно в кабинет А, потом в кабинет Б, потом снова в кабинет А. То есть вот такое мы не допускаем. То есть мы верим, что циклов нет. Кстати, да, мы уже аккуратно перешли к ориентирным графам, я забыл это сказать. То есть, например, нарисуем вот такую ориентацию вебина. Давайте скажем, что у нас нет отдельной комментосоверности, потому что она смысла сейчас уже не имеет. То есть она может быть, но ничего интересного в ней нет. Вот у нас такой граф. Вот ребрами здесь показана взаимосвязь между вершинками. То есть, например, если спровицировать это все на ситуацию с кабинетами, это говорит о том, чтобы, например, вам посетить кабинет номером 5, вы обязаны что-то получить в кабинете номер 0 и обязаны что-то получить в кабинете номер 4. То есть это обязательное условие. То есть вы не можете, ну, то есть вам нет смысла идти в 5, пока вы не посетите два кабинета. При этом же говорится о том, что вам нет смысла идти в кабинет номер 4, пока у вас не посетен кабинет номер 0. То есть я думаю, идея показана и понятна. У нас ориентированный граф показывает взаимосвязь между какими-то условиями, ну, или между какими-то действиями, которые вам нужно совершить. Если же, например, это проводит спровицировать не на вот такой же, например, а на что-нибудь другое, например, это можно спровицировать на какие-нибудь, не знаю, игры, где есть квесты. То есть вы не можете сделать квест номер 5, пока вы не сделаете квесты номер 4 и номер 0. Примерно вот то же самое. И вы хотите сейчас просто сделать так, чтобы задать этим вершинкам какой-то порядок, в котором вам имеет смысл посещать ваши вершины. Давайте я немного усложню граф, чтобы реально было поинтересней, потому что сейчас номера... Так, ладно, не особо интересны. И, например, номер 4 еще требует посещения вершинки номер 8. Точки потом буду представлять по ходу дела. Окей. На самом деле, вот такая штука, именно упорядочивание ваших вершин, в каком порядке вам нужно их посещать, называется топологическая сортировка графа. Вот. И эта топологическая сортировка делается также при помощи обхода в глубину. Вот. И ради интереса я сделал так, что наши две вершины... У нас, например, есть два возможных старта для обхода. То есть у нас сейчас граф ориентированный. Соответственно, мы теперь за один обход не можем... не факт, что обойдем весь граф. Несмотря на то, что как бы это кажется одна комбонентно-связанностью, потому что здесь понятия комбонентно-связанности уже нет. Давайте запустимся из любой вершинки. Причем неважно запускаться из этих, можно запуститься из любой, например, вот из этой вершинки. Давайте мы возьмем и запустимся из первой, из самой младшей по номеру вершинки из нуля. То есть мы стартуем здесь. Из нуля мы можем пойти, например, сюда, сюда или сюда. Окей. Мы из нуля пойдем, например, сначала сюда. Из единички есть путь сюда. Из тройки есть путь сюда. Из тройки больше пути нет. То есть это, скажем так, своеобразный тупик. Циклов здесь все равно никогда не будет. Поэтому мы скажем, что вершинка номер 3 является конечной, и ей мы можем присвоить номер уже какой-то. Номеровать вершинки мы будем, естественно, также цифрами от 0 до 8. Только если вот сейчас цифры синие – это название вершин просто. То есть сейчас, если у нас синие вершинки – это название вершин, то красными цифрами мы будем обозначать именно порядковый номер, то есть результат – это топ-сорта. Вот сейчас, когда мы поняли, что тройка-тупикова вершина, мы возьмем и в наглое присвоим самый старший номер, который у нас с собой. То есть это 8. А вот это, скажем, что здесь мы сейчас имеем… О, Господи. Сейчас я возьму свой красный маркер. Надеюсь, будет лучше. Ну, чуть-чуть получше. Вот. А это первый старший номер, который свободен сейчас. Окей. Откатываемся назад. Все, то есть тройку обработали. Теперь двойка. С двойкой больше работать смыслу нет. Давайте тогда вопрос мы ей присвоим самый старший номер, который свободен. Это 7. А здесь, естественно, старший номер теперь – это 6. Откатываемся назад. С единичкой больше работать смыслу нет. Ей мы присваиваем следующий старший номер – это 6. Тут теперь 5. Вернулись в 0. Ага, из 0 мы можем пойти… Еще можем куда-нибудь пойти, например, мы можем пойти сюда. Ну, вот так получилось. Мы пошли в пятерку. Из пятерки можем пойти в 6. Все, с 6 больше работать смыслу нет. Некуда идти. Присваиваем ей номер. Это 5. Я уже здесь писать, конечно, не буду. Свободное число 4. Идем в 7. Из 7 идти больше некуда. Присваиваем свободный номер – 4. Все, из 5 больше идти некуда. Присваиваем свободный номер – это 3. Возвращаемся в 0. Из 0 мы можем пойти в 4. Из 4 можем пойти в 5, но нет смысла в 5, она уже обработана. Поэтому все, для 4 работа закончена. Присваиваем свободный номер – это 2. Возвращаемся в 0. Из 0 все вершины были посещены. Поэтому, ну что, больше делать нечего. Давайте ей присваиваем следующий номер – это 1. Окей, DFS завершился. Но при этом у нас еще, напомню, есть внешний цикл, который пытается запускать DFS из всех непосещенных вершин. Так, обработали посещена, 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 не посещена. Запускаем DFS. Из 8 серебро в 4, но 4 уже обработано. Нам делать нечего больше тогда. Окей, для 8-ки присваиваем порядковый номер – это 0. Все, мы пронумеровали все вершины. Теперь мы можем сказать о том, что мы можем посещать вершинки в таком порядке. Ну, например, посещать кабинеты в таком порядке, как нам задают красные цифры. И тогда мы просто реально посетим каждый кабинет ровно один раз. Нам не придется ходить по кабинетам несколько раз. То есть мы пошли в 8, потом пошли в 0, потом решили пойти в 4, а для 4 уже все условия выполнены. Потому что мы посещали вершинки до этого 8 и 0. Потом, окей, мы после 4-ки можем пойти в 5-ку, и для нее все условия уже тоже выполнены. Мы тут были, тут были. Вот, соответственно, таким образом цифры задают просто порядок вершин, в котором их можно посещать. Вот, соответственно, давайте напишем topSort. Убираем эти глобальные переменные две. Циклов у нас точно теперь больше не будет. Так, что мы делаем? Мы говорим, что у нас есть массив order, который для каждой вершинки указывает, и будет хранить ее номер, как раз так сказать, красный номер. То есть изначально это, например, минус единицы, умноженные на n, потому что n вершин. Так, это нам не нужно. Что получается дальше мы делаем? Ага. У нас будет какое-нибудь число k, которое изначально равно n минус 1. Это число, которое мы будем номеровать. То есть сейчас мы в какой нужно пойти, в какой момент мы присваиваем номера. Номера мы с вами присваивали в момент, когда мы завершали работу с вершины. То есть, когда, например, мы из нее выходили, перед выходом мы ей присваивали номер. Давайте так и сделаем. Мы скажем тогда, что order от u равняется k. Ну и уменьшим k на единицу. Теперь давайте мы единственное, что сделаем, распечатаем наш массив order. Так, давайте я сейчас отберу только лишнюю компанию связанности, которая здесь была. То есть вершин теперь 8 штук и 8 ребер. Да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Да. Так, а, у нас же граф модифицирован, у нас появилась еще одна вершина, простите. Вершинка номер 9, ну, в смысле, 9 вершинка, она будет идти в 4, да, то есть 8, 4. Смотрим. У нас вершинка, ну, так же получилось, что вершинка номер 8 имеет порядковый номер 0. Потом единичка, первая, нулевая вершина имеет порядковый номер 1. Потом четвертый имеет номер 2. Пятый имеет номер 3. Ну, а дальше так получилось, что мы сначала пошли в седьмую вершину. Там у нее номер получился 4. А, даже совпал, интересно. Потом пошли, да, потом пошли сюда, в шестую. Потом уже у нас получается идет вершинка номер 1, вершинка номер 2 и вершинка номер 3. То есть вот, вот мы получили массив номеров вершин, которые зают порядок этих вершин в топ-сорте. Так, давайте, раз уж мы прыгнули с вами на ориентирные графы, мы с ними разберемся до конца, а потом вернемся к неориентирным графам, потому что я случайно пропустил тоже еще одни штуки, которые мы должны были разобрать. Так, раз уж мы говорим про ориентирные графы, и мы искали до этого циклы в неориентирных графах, давайте теперь научимся искать циклы в таких графах с ориентацией. Так, номера стираем. Нам больше не нужно. Так, чтобы до этого было. Когда у нас граф был неориентированный? Для того, чтобы найти цикл, мы с вами пользовались просто массивом, который говорил о том, что вершинка посещена или не посещена. На самом деле, вот это вот понятие посещенность вершинки, можно сказать, что это был просто цвет вершинки, белый либо черный. То есть, если вершинка не посещена, она белого цвета, и если вершинка посещена, она черного цвета. Соответственно, когда мы пытались пойти из черной вершинки в черную, мы говорили, что мы нашли цикл. Однако теперь это будет не так. То есть рассмотрим, например, какой-нибудь граф вот такой. Вот мы им произопускаем DFS отсюда. Мы говорим, что все, вершинка посещена. То есть вот мы ее посетили. Потом пошли сюда, и сказали, что мы эту вершинку посетили. Откатились назад, посетили эту вершинку. Из этой вершинки пытаемся пойти сюда. И говорим, что вершинка посещена, мы нашли цикл. А на самом деле цикла здесь нет. Итого, получается, что наш ориентированный граф не может быть проверен на наличие цикла при помощи двух цветов. Потому что вот обычный пример, который говорит о том, что два цвета нам не хватает. Для того, чтобы решить эту задачу для ориентированного цикла, ой, для ориентированного графа, мы с вами воспользуемся, так сказать, с тремя цветами. Мы теперь введем трехцветную раскраску графа. Давайте будем говорить, что наши вершинки имеют три цвета. Белый, серый и черный. Причем вершинка является белой, если она еще не обработана. То есть она еще DFS была не посещена. Вершинка является черной, если она уже была посещена DFS, и DFS из нее вышел. То есть он зашел в нее, обработал и вышел. Тогда она становится черной. Иначе, если вершинка сейчас находится в обработке, ну или то есть запуск DFS для нее находится в стеке вызова, то она является серой. Соответственно, как только вы найдете путь из серой вершины в серую, вы нашли цикл. Давайте я вот здесь возьму и одно ребро разверну. То есть вот у нас явно уже глазами выделяется цикл 0,4,5. Ну, если правильно сказать, 0,4,5,0. Тогда что мы сделаем? Давайте пройдем с HGDFS на картинке. Запускаемся из нуля. Из нуля идем сюда. Идем сюда, идем сюда. Ну, здесь все понятно. Здесь тупик, циклов нету, поэтому здесь можно просто отклиться назад. Просто здесь все будет легко отказываться. И все эти вершинки станут черными. То есть вот эта вершинка стала черной в итоге, и эта стала черной, и эта стала черной. Так, вот эти вершинки пока еще белые. Дальше. Ну, вместо серого я буду использовать красный, ну, потому что у меня нет серого. Вот, из нуля пытаемся пойти в 4. 4 стало серой. Ну, или красным. Из 4 идем в 5. 5 стало красным. Давайте ради интереса пойдем в 6 сначала. Окей, 6 стало красным. Все, из 6 дальше идти некуда. Возвращаемся. И перед тем, как выйти из вершинки, перекрашиваем ее в черный. Все, она обработана. И все, дпс из нее вышел. Делать больше мне нечего. Пытаемся пойти из 5 в 0. Ага, 0 является серой вершиной. 0 и красной в данном случае. И как я сказал, если у нас есть путь из красной вершины в красную, ну, точнее, не путь, а прямое ребро, тогда это говорит о том, что мы нашли цикл. И действительно, это цикл. Просто потому, что наша вершинка 0, она все еще находится в обработке. Значит, это означает, что мы нашли из этой вершинки 0 путь в эту вершинку, раз она все еще находится в обработке. А сейчас мы этот путь замкнули. То есть, поиск цикла в ориентированном графе сводится просто к троцветной раскраске графа и поиска ребру из серой вершинки в серую. Так, это входные данные. Их оставим пока в покое. Так, теперь мы говорим, что у нас граф насчитывания ориентированный. Да, кстати, я в прошлый раз должен был это уже сделать, но ладно. Так, дальше смотрим. У нас ордер не нужен. У нас вместо этого будут цвета. Здесь мы говорим, что как только мы зашли в вершинку, вместо массива used мы используем массив colors. То есть colors от you. равняется единице. Она стала серой. Дальше здесь вместо used мы говорим, что если colors... Вот в равняется нулю, то есть белому цвету, тогда мы запускаем DFS. Сейчас мы проверку на цикл напишем. Давайте сразу скажем, что как только DFS заканчивает работу, то colors от you становится равен двум, то есть черному цвету. В этом месте, если colors от V равняется единице, то есть является серой вершинкой, то есть значит мы нашли вот цикл. Мы замкнули путь только что. Цикл. То мы говорим, что все, yes, цикл найден. И выходим из нашей программы. Массив used нам не нужен. К нам не нужно. Соответственно, здесь мы делаем следующее, что если colors от you равняется нулю, тогда запускаем DFS. Здесь печатаем 0. Цикл не найден. Так, мне нужно ребро 0.1, 1, 2, 2, 3, 0, 4. Так, 0, 5 мы разворачиваем в 5, 0. Такой граф действительно является циклическим. То есть я развернул ребро, то есть получил ребро из 5 в 0, цикл найден. Сделаю его снова в 0, 5, цикла быть не должно. То есть граф снова стал циклическим. Я ребро 0, 5 развернул в... Ой, ребро 5, 0 развернул в ребро 0, 5. Понятно, я думаю. Естественно, поиск цикла здесь делается, именно самого цикла делается примерно так же, только нужно будет сначала вам все-таки подготовить вершинки в каком-то порядке обхода в цикле в массив, потом развернуть, потому что иначе вы получите цикл в обратном порядке просто. Если писать тем же самым способом, что был вывод цикл для неориентированного графа. Ну, скажем так, решение задачки поиска самого цикла, а не просто я снова оставим уже на вас самих. Модифицировать код из неориентированного графа в ориентированный. Так, нужно немного ускориться. Мы рассмотрели с вами поиск цикла, рассмотрели с вами топ-сор для ориентированных графов. На самом деле есть еще применение, но, например, алгоритм для поиска компонент сильной связности мы с вами рассматривать не будем. Но, в принципе, просто стоит знать, что, например, тот же самый DFS можно применять для того, чтобы искать компоненты сильной связности. Сейчас мы с вами рассмотрим последнюю вещь, которую нужно рассмотреть. Мы снова откатимся к неориентированным графам, то есть я верну сразу кусок кода, чтобы про него не забыть. И введем парочку вспомогательных определений. Сотрем ориентацию ребра сейчас. И немного перерисуем наш граф на самом деле. Так, тоже черным сделаем. Граф у нас сейчас не поменяется, я просто перерисую его вид немного, чтобы он выглядел как дерево. Вот. Сейчас, например, если мы верим, что мы, например, будем запускать наш DFS из нулевой вершины, ну просто мы обычно запускаем из вершинки с наименьшим номером. Ну, чаще всего так бывает. То давайте, скажем так, мы наш граф сейчас вот такой назовем деревом обхода. То есть само по себе обычное дерево у нас ациклическое, а здесь у нас явно цикл есть. Но в случае, когда мы работаем с DFS, у нас на графе выстраивается так называемое дерево обхода. Вот это, естественно, является корнем, потому что мы из нее запускаемся. То есть вершинка, с которой мы запускаемся, называется корнем дерева обхода. Дальше. Дальше у нас есть два типа ребра в этом дереве. Есть прямые ребра. Это ребра, по которым идет DFS. То есть DFS идет по этому ребру. Это прямое ребро дерева. То есть все это прямые ребра. Вот так вот, вот так вот, вот так. Дальше, например, DFS идет вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. А вот ребро 0.5 или ребро 5.0, это одно и то же, это обратное ребро, потому что оно ведет уже в посещенную вершину. То есть обратные ребра в дереве образуют циклы, именно в дереве обхода. Еще может быть такое, что мы можем по прямому ребру пойти в обратную сторону, но такое мы делать не будем, нам это не нужно. То есть то же самое, когда мы отсеивали при поиске циклов, то есть вот такие проходы по ребру в обратную сторону, мы делать такое не будем. Нас это не интересует, поэтому мы это даже не рассматриваем. Вот, соответственно, еще раз, у нас дерево обхода содержит прямые ребра и обратные ребра. Теперь давайте мы ведем такое поэтик, как время входа в вершину, или время захода. То есть как только граф заходит в какую-то вершинку, у нашей вершинки присваивается время захода. Временем захода по факту можно считать номер запуска DFS. То есть наша функция DFS, она же сколько-то раз запускается. Сначала она запускается первый раз, потом второй раз и так далее. Соответственно, например, вот для нуля время захода будет ноль. Ну, будем считать, что это нулевой запуск DFS. Ну, например, вот TIN. Для нулевой вершинки это ноль, потому что с нее все начинается. Потом, например, если DFS решил пойти сюда, то время захода в вершинку 1 будет 1. Пошли сюда, время захода в вершинку 2 будет 2. Здесь время захода будет 3. Потом все, DFS откатился, сюда идем. Время захода будет 4. Потом, например, время захода будет 5. 6 и так далее. То есть время захода каждый раз увеличивается на единицу. Ну, что логично. То есть еще раз это можно сказать, что время захода в вершинку – это номер запуска DFS. Кроме времени захода, нам понадобится такая функция fup от вершинки u, которая, можно своевременно сказать, это до какого наименьшего времени захода мы можем достучаться из-за этой вершинки. Ну, или добраться. Оно определяется следующим образом. Упс, рано скобочку нарисовал. Это минимум из трех таких величин. Первое – это время захода в саму вершинку u. Так, дальше. Забыл. Да. Дальше – это время захода для всех таких вершин P, где u, p – это обратное ребро. И последняя часть для подсчета минимума – это как раз вот сама функция fup для вершинки v, где u, v – это прямые ребра. То есть вот мы с вами будем считать сейчас времена захода. Но времена захода, если понятно, как считается, это просто номер захода DFS, а там ничего сложного нет. Просто присваиваем in-повину, которую увеличиваем. То вот это fup нам нужно будет научиться считать. Причем считать эффективно. И вот при помощи этого времени мы будем определять два понятия. Первое понятие – это мост. Мост – это ребро, удаление которого приводит к распаду графа на компоненты связности. Например, в этом графе у нас ребро 1.2 – это мост. Потому что, удалив ребро 1.2, мы разобьем граф на две компоненты. Ребро 2.3 – тоже мост. На самом деле здесь много мостов. Это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть ребер являются мостами. Дальше. Дальше, кроме мостов, есть понятие, как точка сочленения. Точка сочленения – это вершина, удаление которой приводит к распаду графа на компоненты связности. Соответственно, точки сочленения – это 0, 1, 2, 5, 4. Вот эти конечные точки 3, 6, 7, 8 не являются точками сочленения, потому что их удаление не приводит к появлению новой компоненты. Просто уменьшается множество вершин графа, и все. И мы сейчас при помощи вот такого времени хотим научиться искать эти два понятия в графе. Да, время еще есть. Так, первое, 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 первое. Как мы будем искать мосты? Естественно, как считать F-Up? Мы сейчас научимся с вами. Как искать мост? Например, вот мы сейчас находимся, как вариант, вот в вершинке 1, например. Давайте скажем, что у нас, мы же стартуем с 0, 0 – это корень. Ее время захода равен 0, и F-Up для нее тоже равен 0. Дальше мы пошли в единичку, сказали, что время захода равно единице, и время, и F-Up пока тоже равно единице, потому что это не является обратным ребром, потому что это прямое ребро, и вот проход в обратную сторону не является обратным ребром, поэтому такое мы игнорируем. Идем в двойку, у нее время захода 2, F-Up тоже 2. У тройки 3, F-Up 3. Пока вот я вам точно говорю, что это корректно посчитанное значение вот этой величины, вот точнее вот этих двух величин, давайте мы просто рассмотрим конкретный пример. Что вот, например, мы находимся в вершинке 1, и у нее есть прямое ребро в вершинку 2. Для вершинки 2 уже тоже все посчитано, для единички тоже все посчитано. Ну, эти две величины, они посчитаны корректно уже. Теперь мы хотим понять, является это ребро мостом или нет. На самом деле оно является. Почему? Потому что мы из нашей вершинки 2 можем добраться до наименьшего возможного времени F-Up равное 2. Если бы мы могли добраться до времени F-Up, то есть до наименьшего времени захода меньше, чем вот это время захода, например, до нуля, это тогда бы не было мостом. То есть это бы говорило о том, что у нас есть еще какой-нибудь путь до вершинки 2. Давайте, чтобы было понятно, еще сразу рассмотрим аналогичный пример. У четверки время захода 4, F-Up 0. Здесь мы предскажем 5, 5, 6, 0, 7, 7, 8, 8, например. Вот это уже тоже сходу правильно посчитанные значения сейчас. Вот, то смотрите, вот, например, в случае вершинки 5 у нас есть обратное ребро, и значит, что мы можем по этому обратному ребру добраться до времени захода 0. И это наименьшее возможное время для этой вершинки, до которой можно добраться. Соответственно, ни одно из этих ребер не является мостом. Почему? Потому что, значит, у нас есть несколько возможных путей добраться до этих вершин. Вот, например, из нуля. Вот это понятно? То есть, если у вас есть какая-то циклическая часть условно, вот эта циклическая часть никогда не содержит мостов. Как только вы выбираетесь из циклов, какие-то такие отдельные ветви, у вас появляются мосты. Соответственно, у вас вот здесь вот ребро 1-2 является мостом. То есть, национальные критерии моста, это если у вас УВ является мостом, если время захода в вершинку У является строго меньше, чем ФАП от В. То есть, если вы из этой вершинки не можете забраться ни до какой более ранее посещенной вершинки, никак, то значит все, вы не можете, значит, что у вас нет пути, проходящего мимо этого ребра. Я надеюсь, это понятно. Соответственно, это значит, что это ребро является мостом, и его удаление приводит к разрыву графа. Аналогично здесь. Вы никак не можете обойти это ребро в обход, потому что все, максимум, куда вы можете добраться из этой вершинки до наиболее ранней посещенной вершинки, это сама же тройка. То есть, вы не можете обойти тройку никак. А вот здесь вот, вы из пятерки можете добраться до более ранней посещенной вершинки, это до нуля. Просто вот по обратному ребру. Из шестерки, например, вот опять же то же самое, вы не можете никуда подняться, потому что потому что у вас есть только прямое ребро, и вот выбраться из этого кончисловного подграфа, если бы даже что-нибудь было, вы никак не можете в обход этого ребра. То есть, у шестерки, мы происхали, что все это, что здесь какой-то, например, циклический граф внизу, как пример. У ник у всех время, наименьшее время захода, это f-up, условно. Оно будет как раз-таки равно 7, если здесь какая-то циклическая часть. Соответственно, вся эта часть, она не может пробраться сюда никак, кроме как по этому ребру. Соответственно, удаление этого ребра ведет к разрыву. Вот, аналогично давайте сразу поймем, как искать точки сочленения, потому что у нас время заканчивается, хотя бы надо с теорией разобраться, там модификация DPS-а быстрая. Соответственно, вершинка U есть точка сочленения, если вы не можете обойти вашу вершинку в обход, условно. То есть, если время работы, ой, время захода в вершинку U меньше либо равняется наименьшему времени захода из вершинки в F. Кроме корня. Для корня критерий другой. То есть, что это означает? Давайте представим, что 0 не было корнем на самом деле. У нас, пусть выглядит много странно, но у нас есть время захода минус 1. Просто для примера, чтобы разобраться. То есть, решинка 9, у нее время захода 1, ой, минус 1, минус 1. Вот. Ну, просто я сейчас, иначе не хочу переписывать все времена захода. То есть, 0 у меня явная точка сочленения. Это видно из рисунка. Удаление приводит к раскладу графа. Аж на три компоненты. Вот. На самом деле, смотрите. То есть, сейчас у меня никакая из этих вершин, вот даже вот эта циклическая часть, она не может пробраться выше, чем 0 в обход 0. То есть, у 0 сейчас, кажется, вот здесь вот, ну, не кажется, у 0 сейчас наименьшее время захода, то есть, F-up, это 0. То есть, это ее же само время захода. Никакая из этих вершин, вот даже из этого цикла, не может пробраться выше 0. Нет никакого в обходном пути, кроме этой вершины. То есть, у них время захода, вот оно совпадает вот с этим, точнее, наименьшее время захода, оно совпадает с этим временем захода. То есть пробраться мы никак не можем в обход. Значит, мы максимально упираемся вот сюда. Соответственно, удаление этой вершины ведет к распаду. То есть здесь единственное отличие — это нестрогость этого неравенства. Что делать с корнем? То есть теперь 0 — это корень. На самом деле корень является точкой сочленения тогда, когда у вас есть хотя бы два прямых потомка. То есть если из вашего корня выходит два или более прямых ребер, значит это точка сочленения. Вот здесь у вас выходит два прямых ребра. Значит, корень — это точка сочленения. Если бы, например, вот этой части графа не было, все, ее в принципе не существует, забьем на это, то у корня только одно прямое ребро. Соответственно, корень не является точкой сочленения. Его удаление ничего не ломает. Давайте научимся считать времена захода. И EF-Up. Давайте сокращу, я просто буду называть массив T. Массив T у меня изначально равен какому-нибудь там, не знаю, ну, давайте назовем K. После этого K плюс равно 1. Да, надо сказать, что глобал K. K, естественно, изначально равно 0. Сейчас мы себе это время объявим. Давайте сразу скажем, что у нас есть времена T, которые изначально равны минус единице. Таких было n штук. И вот функции F, как раз таки, которые тоже сливают минус единицы, да, которых тоже n штук изначально. Если T in, ну, или T от U равен минус единицы, то еще не было включено, запускаем DFS. Дальше, что получаем? У нас T от U равен K. Так, здесь то же самое. Если T равно минус единице, то мы заходим по DFS в решинку V. Да, естественно, нужно хранить еще так же вершинку P, чтобы избегать проходов в обратную сторону. То есть как это мы делали при поиске цикла. Дальше. Если у нас вершинка не является просто... То есть если этот проход не является обратным проходом, то есть если V не равняется P. Тогда в случае обратного ребра напомню, что мы просто берем минимум между временем захода и вершинку P. То есть T от U равняется минимум между самим вот T от U и T от P. Ой, T от V. Ну да, не важно. Точнее, важно, на самом деле. Вот, то есть это я сейчас использовал вторую часть условия. Да, вот здесь важно. Как только мы закончили обрабатывать вершинку V, то есть как только мы закончили проход по прямому ребру, мы должны учесть как раз вот третью часть условия. То есть мы смотрим, что T от U равняется минимуму между T от U и F от вершинки V. То есть вот это вот сейчас идет условие. Так. Здесь, кажется, все. То есть, а, ну и дальше нужно проверить, что если... Если F-код уже будет готовый. Так. Так. Ну, да, нужно теперь проверить вот здесь, вот, видимо, сейчас, да, что если у нас, то есть, когда у нас стало посчитано время, ну, то есть, f от v, то теперь мы можем проверить, что если, ой. Секунду, я подплю немного. Если f от v, да, превышает время захода в вершинку u, тогда мы говорим, что, например, поринтуем ребро uv. То есть, говорим, что вот это ребро является мостом. Кажется, правильно. То есть, давайте проверим, убедимся, что правильно работает. Так. Что-то не хватает. f от v превышает t от u. Да. Продолжение следует... 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 Все, на этом всем спасибо. В следующий раз продолжим рассматривать алгоритмы.